что же за мотоцикл kaya t2 он как маленький ослик со слабым движком с хреновенькими подвесками но при этом он довольно надежный и позволяет новичку влиться в тот самый потрясающий мир эндуро подробно об этом мотоцикле я рассказывал в своем обзоре сейчас же по прошествии еще какого-то времени я хотел бы поговорить в целом об ощущении от мотоцикла о его надежности и о произведенных за это время изменениях как это неудивительно но почти за три года эксплуатации поломок практически не было еще в первый год развалились ступичные подшипники и были заменены на нормальные однажды был случай выгорел силовой провод от аккумулятора но причина это была банальная и китайским корням не имеет отношения провод был плохо прикручен к аккумулятору и из-за плохого контакта в конце концов выгорел также у моего товарища на таком же т2 навернулся задний амортизатор лопнула груша но это скорее всего единичный случай причиной которым возможно является заводской брак главный же претензий kaya t2 это по прежнему и руль и колесные диски которые ну очень плохого качества руль гнется даже при небольших падениях а диски от попадания в яму или проезду по камням но как видите руль у меня теперь алюминиевый как и передний обод обод кстати я поставил от чз или иш спорт точно не знаю об этом вы можете посмотреть отдельное видео некоторые также жалуются на спицы и цепь у меня же с этими элементами не возникло ровным счетом никаких проблем скажу лишь обязательно протягивайте спицы хотя бы раз в сезон а цепь смазывайте перед каждой покатухой и самое главное ее не перетягивайте что касается ощущений от мотоцикла то скажу что этот ослик исправно делает свою работу но в силу дохлого двигателя и слабых подвесок ему не стать породистым жеребцом через какое-то время его возможности перестает хватать наезднику из-за малых ходов подвески и часто пробивает а при езде по неровности мотоцикл просто переставляет особенно ярко я это заметил после того как прокатился на yamaha vr 250r нехватка мощности двигателя не позволяет штурмовать курва подъемы она 2 он тупо не тянет ситуация частично спасает более тяговые звезды но максималка мы ее потеряли но при всем при этом при всех его недостатках я могу смело его рекомендовать в качестве первого ослика кроме того стоит сказать что на все китайские мотоциклы как я уже не раз говорил запчасти стоят в разы дешевле чем на японские мотоциклы и в целом простота обслуживания позволяет обслуживать его на коленке на сегодняшний день можно сказать что он не имеет адекватных японских конкурентов либо это будет им 30-летняя рухлядь которую вы будете время ремонтировать поэтому я считаю что до 100000 выбор тут только один это китайский мотоцикл если у вас есть больше 100000 тут совсем другое дело тут я наоборот всем всегда рекомендую смотрите уже в сторону японцев но до 100000 это все-таки китай ну а теперь от кая т2 плавно переходим кая к 1 это новинка от компании кая к 1 по сути своей все тот же кая т2 только еще более удешевленный регулируемые подвески т2 лишился еще в пятнадцатом году алка один отобрали еще и прогрессию двигатель не изменился как бы их примерно 16 лошадиных сил так и остался только также отобрали еще и карбюратор микуни воткнули вместо него pz30 видимо он дешевле версия эндуро лишилась подрамника и багажника есть кстати положительные стороны такие как полупрозрачный топливный бак правда с ложкой дегтя объем уменьшили с почти 10 литров до 6,7 литров еще радует буксаторы установленные уже с завода что касается самих дисков на официальном сайте в том числе и на китайском написано что диски стальные но как говорится опытным путем было определено что диски все-таки алюминиевые и это на самом деле очень круто ну а вес как указано на российском официальном сайте кая 85 килограмм это вообще полнейший бред сухая масса этого мотоцикла около 105 килограмм насчет обновленного дизайна в целом он неплох а надпись six days видимо должна прибавить пару лошадей ну и стоит отметить что цена на к 1 по сравнению с т2 снизилась со 135 тысяч до более или менее вменяемых 110 тут как я уже говорил в предыдущем видео никаких сюрпризов воткнули более дешевые компоненты как итог снизилась цена хотя я по-прежнему считаю цена за подобные мотоциклы даже с учетом выросшего доллара не должна превышать 100 тысяч рублей друзья с вами был джон после по имени кая канал motolife by john катайте на эндуро и до новых встреч